iJust это, наверное, самая знаменитая электронная сигарета, которая когда-либо существовала в мире. Эти пять букв знают практически все вейперы, и я уверен, что даже большинство из вас, тех, кто смотрит это видео, хоть раз в своей жизни пробовали iJust. Если пробовал iJust, не забудь поставить лайк и напиши в комментарии, какой именно iJust ты парил. Посмотрим, каких Just соберется больше. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнет, и сейчас расскажу вам про историю iJust. На дворе 2014 год. Компания Leaf существует уже более пяти лет. В моде трубомоды и варивольты, но ребята понимают, что надо как-то вырываться из ниш вейпинга, и решают выпустить свой первый мод с приставкой iJust, а именно iSmocha iJust. Инновации в этом девайсе. Мод работал от двух разных типов аккумуляторов, 18350 и 18650. У него была регулировка вольтажа, он заряжался через USB, и его диаметр был аж 23,5 мм. А его комплектный атомайзер мог похвастаться не только огромным количеством сменных испарителей, но также самым настоящим сменным 510 дриптипом. Правда, в этой всей истории есть одно но. Ребята либо стесняются своего первенства, либо что, но информацию об этом устройстве найти практически невозможно. Спустя буквально пару месяцев ребята выпускают уменьшенную версию iJust, и называют ее iJust Mini. Девайс мог похвастаться тем, что он выпускался в двух версиях. Одна EGO формата, а вторая с самым настоящим 510 коннектором. Я хочу сказать, что это устройство и сейчас бы смотрелось очень неплохо, наравне с другими подобными девайсами. На дворе 2015 год. Ребята выпускают то, что просто перевернуло весь рынок вейпинга, а именно iJust 2. Да-да-да, у многих из вас сейчас, наверное, пошла ледяная дрожь по спине, ведь многие из вас видели и даже пользовались этим девайсом. Внутри мода прятался. Вы готовы? Аккумулятор на 2600 мАч. Максимальная мощность была 80 Вт. Это было практически что-то за гранью нереального на те времена. Но ребята утверждали, что этот мод действительно выдает 80 Вт, но по мере того, как аккумулятор садился, мощность уменьшалась. Сверху находился атомайзер невероятного на то время объема 5,5 мл. У него было большое количество испарителей, и самый прикол, у него была RBA-база. Я ее лично пытался мотать, это длилось минут 20, это были какие-то мучения, там она была очень сложная, но сам факт, в 2015 году ребята сделали обслуживаемую RBA-базу. Респект. Но у него был вот такой вот маленький минус, это его кнопка Fire и разъем USB. У практически каждого третьего человека ломался либо разъем, либо кнопка Fire, поэтому он и закрепился в обществе как такой не супернадежный мод. Но тем не менее он стал одним из самых популярных модов в мире. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, это помогает развитию нашего канала. И естественно, подписывайтесь на социальные сети, все ссылочки будут под видео в описании. Поняв нереальную популярность прошлых моделей, iJust решили выпустить более уменьшенную версию их iJust. И это было связано не только с тем, что им нужно было выпустить что-то маленькое, это еще было связано с тем, что компания Joyetech выпустила Ego Ayo, который всеми своими силами пытался вытеснить iJust с рынка. Но у них это не получилось, поскольку ребята выпустили iJust Start и iJust Start Plus. Эти девайсы отличались лишь размерами, аккумулятором и были предназначены на новичков. Лето 2016 года ребята из компании Elite показывают свой новый флагман под названием iJust S. Устройство могло похвастаться своим огромным аккумулятором в 3000 мАч. Правда, бак стал немножко меньше, его объем составил уже 4 мл, но также внутри этого бака устанавливались сабомные испарители на 0,18 Ом, что на тот момент было довольно круто. В 2017 году ребята решили обновить формат и выпустили небольшой девайс под названием iJust One. Он прославился своим небольшим аккумулятором в 1100 мАч, максимальной мощностью в 50 Вт, но я в это сильно не верю. И он был также сабомным, поскольку внутрь него устанавливались испарители на 0,15 Ом. Но, к сожалению, их новинка в наших краях популярностью сильно не пользовалась, поэтому о ней знают немногие. После небольшой неудачи с iJust One ребята решили отойти от малышей и выпустили такой довольно мощный девайс под названием iJust Next Gen. Он был 117 мм в высоту и весил аж 137 грамм. Мог похвастаться аккумулятором в 3000 мАч и диаметром аж 24,5 мм. Объем атомайзера варьировался от 2 до 4 мл. И самое приятное, в нем была регулировка обдува. Еще в моде был цветовой индикатор заряда аккумулятора, и мод заряжался через micro-USB разъем. 2018 год. Вейперов уже ничем не удивит. Но ребятам из элит на это пофигу. Они выпускают новый девайс под названием iJust 3. Девайс мог похвастаться просто бешеным дизайном. У него были шикарные гравировки, огромное количество различных цветов. И самое интересное, внутри него был аккумулятор на 3000 мАч. А сверху его украшал бак Элладура на 6,5 мл. С невероятно огромным количеством различных испарителей, как на сетке, так и на спиралях. И еще сверху его украшал 810 дриптип. Вроде бы опять то же самое пальто, но нет. Ребята действительно покорили рынок, и этим девайсом пользуются и по сей день. И теперь пришло время рассказать вам о самом успешном в плане iJust-ов годе. А именно 2019-ом. Ребята выпускают iJust 3 Pro, iJust 21700 и iJust Mini. iJust Mini это была небольшая версия стартового набора, сигаретная затяжка. Он был маленький, очень вкусный, и самый кайф. У него испарители менялись без каких-либо сложностей. Вы просто доставали испарители, выбрасывали и вставляли новый. iJust 3 Pro проставился тем, что в нем можно было изменять мощность. За последние 4 года, что существовали iJust, среди них такого не встречалось. Ну и конечно же iJust 21700. Это первый iJust, в котором менялся аккумулятор. Мы не берем, в пример, тот самый-самый-самый первый, мы берем уже современность. Так что ребята не стоят на месте и каждый год пытаются удивить нас своими новыми девайсами, за что им огромное спасибо. С вами был Глеб, сигарет нет бай, и до встречи на нашем канале. С вами был Глеб, сигарет нет бай, и до встречи на нашем канале. С вами был Глеб, сигарет нет бай, и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова